Россияне совершенно не зря бегут из России. Высшее военное руководство РФ закручивает гайки все сильнее. Как выяснилось, частичная мобилизация бессрочна. Более того, те, кто уже заключил контракт о службе, не могут его расторгнуть. Владимир Путин 21 сентября объявил о начале мобилизации, и хотя была информация, что ее должны провести тремя волнами, до 10 ноября, реальность оказалась совсем другой. По факту, так называемая частичная мобилизация, не имеет конкретных терминов окончания. Более того, завершится она лишь указом президента России Владимира Путина. Кроме него, такими полномочиями никто не владеет. Но и это еще не все. Если у военнослужащего истечет срок службы на контракте во время мобилизации, то это ничего не значит. Покинуть службу он не сможет, ведь соответствующая опция не предусмотрена указом о мобилизации. В сообщении говорится, что контракты продолжают свое действие до окончания специальной военной операции. Это, заметим, очередная демонстрация циничного вранья высшего военного руководства своим гражданам. Впрочем, в мире никто не удивлен, ведь в России со своим народом иначе не поступали никогда. Несколько исключений, за которые могут освободить от службы, это достижение граничного возраста, проблемы со здоровьем или приговор суда, в котором говорится о лишении свободы. Последний пункт интересен, если учитывать тот факт, что на войну россияне отправляют преступников, прямо из тюрем. Журналисты рассказали, что с момента объявления мобилизации, только за первые 10 дней, из России бежали уже около 300 тысяч человек. Этот процесс продолжается и набирает обороты. Как видим, люди бегут не зря. Как бы местные власти не усиливали репрессии и отлов на границах, трудоспособное население продолжает активно покидать РФ, так как люди не видят будущего в этой стране, с таким президентом, и не чувствуют себя в безопасности, в своем собственном государстве. Железный занавес, времен холодной войны, опускается. Больше новостей у нас на сайте, спасибо за просмотр, лайк и подписку.